При счете 3-4 подает Андрей Антонович. Не проходит первый мяч. Илья усиливает. Два мощных плотных удара под заднюю линию. И Андрей не справляется. Ошибаясь. 0-15. 0-15 на подачу Андрея. Не проходит первый мяч. Первая подача Антоновича безупречна. Илья выбрасывает свечу. И Антонович ошибается в выполнении трайк. Видимо Андрей чувствует себя немножко не в своей тарелке. Допускает такие ошибки. Все нужно собраться. И надеемся, что он это сделает. Проходит первый мяч. Срывает ударом по мячу. Срывает ударом по мячу. Срывает ударом по мячу. Вновь не проходит первый мяч. И двойная ошибка. И двойная ошибка. 5-3 карту подает на сет. Четко принимает Антоновича. Но со второго мяча не ошибается. Но и со второго мяча ошибается. Подача цепляла подача цепляла корт, но Антонович принимает решение в свою пользу. По 15. При выполнении ударов от стока Андрей был точен. Мяч четко лег на него. По 15. Спокойно резаным ударом, резаным подачей подал Илья в первый квадрат. Потом четко перевожу по прямой и Андрей ошибся. Выполняю удар с отскоком. Очередная ошибка Андрея с короткой мяча. Мяч 40-15. Да, вероятно, Андрей чувствует себя не очень хорошо. Такие грубые ошибки, наверное, недопустимы для игрока, выступающего в квалификационном фарнире. ТЕ второй категории. Четкий удар Андрея. И очередная ошибка. Гейм Карпов, а с этим и первый сет. На этом, уважаемые друзья, трансляцию данного матча мы завершаем. Надеюсь, вы получили представление об игроках, о турнире. И еще раз напоминаю, что все права на комментарии к данному матчу принадлежат автору Борису Старикову. И не допускаются к распространению и кодированию без письменного на то его согласия. Итак, время 12 часов 49 минут. Мы заканчиваем данный отрезок с матча четвертого запуска между Ильей Карповым и Андреем Антоновичем. До следующих встреч. Продолжение следует.